всем привет с вами сергей проект по и сегодня книжные покупки их сегодня немного но давайте разберем посмотрим что хорошая прикупил себе и кое-что купил своему другу книга 1 вышла у издательства азбука автор нашумевший я про него мужа рассказывал на своем канале артура перес реверта если вы помните я рассказывал про сид его роман например день рассказывал цигра про капитана ла 300 там такой двухтомничек по три романа в каждом мне она очень зацепила автор очень любит свою страну переживает за нее и вот очень хорошо в приключенческом жанре рассказывает про нее я очень впечатлился книжка входит в топ приключенческих романов которые я читал вот в жанре дюма приключений короче того времени и новая книга она не похожа на предыдущие которые я вам озвучил во первых она вышла из дайста калибре хотя и тогда относится к азбука атикос и это история испании и это как ни странно реально история испании то есть и он подают под едким забавным ключом то что даже главы называется очень говорящие например там проснись железо за банкет заплатят мавры прощай америка убивали ее всем скопом тут глав довольно много и с юмором совсем в конце еще статьи словарь имен и основных сражений но на самом деле это прям для любителей нон-фикшен и любители истории потому что ну здесь не будет диалогов сюжетов там персонажи здесь просто действительно интересно но видно что с любовью к своей стране рассказывается про всякие периоды в испании и исторические я там вообще слабо разбираюсь когда там был филипп 2 филипп 3 там другие какие там были руководители страны но здесь стоит почитать автор нам рассказывает об испании собственно от основания фактически об истоках до 80-х годов двадцатого века говорят что тут он подчеркнуто субъективным взглядом сформирован на основании глубокого знания истории понимание процессов опыте и здравого смысла я некоторые главы прочитал и мне очень нравится манера он едкая какая-то желчная такая то есть он там да вот я вам пример воспитывал 19 век в испании выдался таким сумасбродом что мама не горюй ужасная война с францужами жестокий жалкий король предатель фординат 6 7 некомпетентная капризная более похотливая чем сучка в течке его дочь и забыла вторая король заместителя модель совойске поднятый насмех потеря почти всех американских владений после борьбы не на жизнь а насмерть восстание на кубе кантональная война первая республика ну и прочее прочее вы уже поняли по манере что это не стоит пропускать даже если вы не сильно любите историю и мало-мало знаете об испании я думаю тут стоит почитать потому что читается захватывающе в такой манере едко это очень смело и там еще шафтер реально пишет о том о чем разбирается следующая книга я все еще продолжаю разбираться с издательством азбука это уже от иностранки все расследования нира вульфите помните я собираю полное собрание стаута вот который здесь нам обещают именно про нира вульфа этот сборничек называется прочитавшему смерть и внутри будут романы прочитавшим смерть собственно игра в пятнашки и еще будут сборник который называется тройной риск это значит что он включает себя повести не рой другому яму убийство полицейского малый и обезьянка один из лучших дуэтов сыщиков нира вульф и арчи годвин вы помните я всегда потихоньку рассказывал про все все истории связанные с ними потихоньку и прочитывать тут у меня видите даже закладочка потому что я сейчас эту книгу читаю брендан сандерсон один из уникальнейших авторов которую так подходит кропотливо к своей работе планы составляет отчитываются такие миры классно создает и вот это очередной роман называется видящие звезды если помните это продолжение устремленной в небо кто-то говорит что янка дал ты за того что там девушка молодая но на самом деле мне читать было кайфово я у всех этих проблем не видел мне был интересен сам мир особенно там когда в конце первого тома вскрылась такая тайна этого мира где находится главная героиня поэтому я хочу разобраться что же главная героиня придумает как она с этим сможет жить и сможет ли она все это попробовать и сможет ли человечество вырваться из той ситуации в которой она находится там правда жестко оказалось в конце первой книги следующий томик это гнев королей это гленн кук это хроники империи ужаса и здесь три романа огненный ветер возмездие под знаменем слой судьбы и путь к холодному сердцу тоже куплено для друга я вроде вам прошлых покупках уже эту книгу показывал если нет то собственно туда полистаю пересмотрю прошлые покупки я иногда могу запутаться что я себе уже например купил вот эти три книги так точно я купил для своего друга потому что он собирает полную коллекцию в серии темная башня это стивен кинг сборник тьма и больше ничего это дюма ки роман сина кинга и еще один пляска смерти то есть у него потихонечку это как бы не художественная часть если помните пляска смерти это рассказывается о том где он про юмор про кино рассказывается про жанр ужаса вообще он рассуждает вот такие три произведения потихоньку потихоньку он я думаю с моей помощью где-то он сам покупает соберет полное собрание то что именно в черной башне есть такой шанс все собрать вот я где-то нахожу на книжной выставке какие-то произведения я ему скупая пополняю ну думаю чё по вам еще не показать а финальная вещь листалочка выйдет буквально в днях или уже вышла это я знаю хотя уже появился уже майский номер но у меня еще пока вот апрельский номер за 2021 год я листалочку вам тоже покажу как видите немного книжных покупок ну не всегда же покупать десятками книг иногда можно сосредоточиться и купить то что вот вышло малых дозах зато успеть прочитать пишите в комментариях что вы купили для себя что из этого вам интересно из этих книг по крайней мере из первых трех так я точно ближайшее время собираюсь читать ну поэтому я потихоньку отзывы готовлю постельную кингу читайте хорошие книги а сам был сергей предпо пока